Неделя 8 с 19 по 25 февраля 2018 года. В студии Игорь Киселев. Здравствуйте. 20 февраля 1901 года. В церковных ведомостях объявлено об отлучении писателя Льва Толстого от православной церкви. 22 февраля 1918 года. Лидер белого движения генерал Лавр Корнилов отдал приказ отходить за Дон. Начало так называемого ледяного похода. 23 февраля 1918 года. Опубликовано воззвание Совета народных комиссаров. А 21 февраля под названием Социалистическое Отечество в опасности. Этот день в Советском Союзе, а ныне в Российской Федерации, Белоруссии, Таджикистане и Киргизии праздничный. Первоначально именовался как День Красной Армии и Флота. С 1946 года по 1993 носил название День Советской Армии и Военно-Морского Флота. Но на самом деле декрет о создании рабоче-крестьянской Красной Армии подписан 15 января, а опубликован 20 января по старому стилю или 2 февраля по новому стилю. А вот 23 февраля было опубликовано не только воззвание Совнаркома, но и статья Ленина «Мир или война», где Ленин делал вывод о том, что необходим мир. А через 2 дня, 25 февраля, в «Правде» был опубликован следующий материал Ленина под названием «Тяжелый, но необходимый урок», в котором вождь мирового пролетариата писал, цитирую, мучительно позорные сообщения об отказе полков сохранять позиции, об отказе защищать даже Нарвскую линию, о невыполнении приказа уничтожить все и вся преступление. Не говорим уже о бегстве, хаосе, безрукости, беспомощности, разгильдяйстве. И далее. В Советской Республике нет армии. Что же происходило в эти дни 100 лет назад? Вечером 10 февраля 1918 года переговоры в Брест-Литовске, которые проходили с 20 ноября 1917 года в ставке главнокомандующего Германским Восточным фронтом, были прерваны руководителем советской делегации Львом Троцким, который возвестил, что в одностороннем порядке советская Россия выходит из войны с государствами Четвертного Союза – Германией, Австро-Венгрией, Турцией и Болгарии. Уже утром 11 февраля советское правительство распорядилось о полной демобилизации российских вооруженных сил. Всем, кто не мог понять, зачем распускать войска, не подписав сепаратного мира, глава петроградских большевиков Григорий Зиновьев разъяснил, что, мол, ожидать неприятельского нападения не следует, так как трудящиеся Германии и Австро-Венгрии воевать не желают совсем. Судя по всему, немцы не читали и не слышали Зиновьева. 16 февраля германское командование официально заявило оставшемуся советскому представителю в Брест-Литовске о том, что в 12 часов дня 18 февраля заканчивается перемирие между Россией и Германией и возобновляется состояние войны. 18 февраля германские и австро-венгерские войска начали наступление по всему Восточному фронту. Уже того же 18 февраля был захвачен Двинск, Минск 20-го, Полоцк 21-го, Режицу немцы взяли 22 февраля. Неординарность возобновившихся военных действий заключалась прежде всего в стремительности германского вторжения. Противник продвигался на восток боевыми поездами, не встречая практически никакого сопротивления. Примерно в 15 вагонах таких эшелонов размещались эскадрон кавалерии, дополу роты пехоты при примерно 15 пулеметах и 2 или 4 пушках и саперный взвод. По признанию того же Зиновьева в хорошо укрепленный Двинск въехал неприятельский отряд, состоявший не то из 60, не то из 100 человек. В Режицу, как писали русские ведомости, ворвалось подразделение настолько малочисленное, что не сумело сходу занять телеграф, не хватило просто людей, которые проработал еще сутки. Немецкий генерал Макс Гоффман вспоминает, «Мне еще не доводилось видеть такой нелепой войны. Мы вели ее практически на поездах и автомобилях. Сажаешь на поезд горску пехоты с пулеметами и одной пушкой и едешь до следующей станции. Берешь вокзал, арестовываешь большевиков и едешь дальше. Вечером 24 февраля немецкий отряд численностью не более 200 человек без боя овладел Псковом, обращаю внимание, Псковом. В тот же день, 24 февраля, пали Юрьев и Ревель, ныне Тарту и Таллин. Ну, а в Питере действительно начали записывать Красную армию. Город к этому времени заметно опустил. Сбежали не только те, кого большевики называли буржуями и недобитой интеллигенцией, но и существенная часть пролетариата. Основная причина – голод. Хлебный паек сократился до 120 граммов, и тот не всегда удавалось выкупить. На этом фоне сомнительно выглядит запись в Красную армию по причинам убеждений. В дневнике писателя и публициста Владимира Галактионовича Короленко есть такая запись, цитирую. Приходит наниматься в Красную гвардию человек, ему говорят, «Вы, товарищ, значит, знаете нашу платформу?» «Да знаю», – отвечает, – 15 рублей в сутки. Ну а руководители большевиков, кроме написания воззваний и статей, готовились к бегству в Москву. По свидетельствам современников, слухи об этом поползли по Питеру в 20-х числах февраля. Согласно архивам, 25 февраля управляющий делами Совнаркома Бонч Бруевич проинформировал Ленина о необходимости экстренного переселения высших сановников из столицы в провинцию. Председатель советского правительства изъявил полное согласие. 26 февраля Ленин уведомил соратникам о своем решении срочно перебраться в Москву, захватив с собой от каждого ведомства только минимальное количество руководителей Центрального административного аппарата, а также Государственный банк, золото и экспедицию заготовления государственных бумаг. 1 марта президиум ВЦИКа назвал инициативу эвакуации правительственных учреждений слухами, несмотря на то, что она уже, по сути, велась. А Григорий Зиновьев к тому времени уже был в Москве, готовя переезд правительства. 12 марта считается днем переноса столицы или официальным подтверждением бегства глав большевиков из Питера. Но это как кому удобно считать. Что же произошло, собственно, с днем 23 февраля? Откуда дата? Первые попытки хоть как-то оправдать дату появились спустя 5 лет после событий. В феврале 1923 года в приказе Реввоенсовета Республики от 5 февраля 1923 года, который подписал тот самый Лев Троцкий, который прекратил переговорный процесс и открыл фронт, события, послужившие поводом для праздника, определяются так. 23 февраля 1918 года под напором врагов рабочее и крестьянское правительство провозгласило необходимость создания вооруженной силы. В том же году в журнале «Военная мысль и революция» появилось утверждение, что 23 февраля была сформирована первая красноармейская часть, принимавшая участие в боях на северо-западном направлении. В следующем году в журнале «Военный вестник» появляется фотокопия декрета Ленина об организации Красной Армии, который реально был от 15 января по старому стилю, 1928 по-новому 1918 года. Так вот, там он появился сложной датировкой 23 февраля. Ну вот, а версию о Пскове и Нарве соврал лично Иосиф Сталин. Впервые эта версия появилась в 1938 году. В известиях 16 февраля была опубликована статья под названием «К 20-летию РККА и ВМФ. Тезисы для пропагандистов» под подписью Сталина. В сентябре этого года было это же закреплено в кратком курсе истории ВКПБ. А окончательный текст за подписью того же Сталина появился в приказе от 23 февраля на 1942 года. Этот текст мы изучали в школах. Цитирую. «Молодые отряды Красной Армии, впервые вступившие в войну, наголову разбили немецких захватчиков под Псковом и Нарвом 23 февраля 1918 года. Именно поэтому этот день, 23 февраля 1918 года, был объявлен днем рождения Красной Армии». Вот всю эту ложь, как это ни странно, опровергнул никто иной, как Клим Ворошилов, будучи наркомом по военным делам в 1933 году. Уж кому-кому опламенному Клименту, герою гражданской войны, можно верить. Так вот, в 1933 году на торжественном заседании, посвященном 15-летней годовщине РККА, он признавал, цитирую, «Кстати сказать, приурочивание празднества годовщины РККА к 23 февраля носит довольно случайный и трудно объяснимый характер и не совпадает с историческими датами». Конец цитаты. Содержала ли дата 23 февраля тогда, в 1942, какой-то пропагандистский смысл? Да, конечно, нет. На самом деле, все произошло просто и, увы, банально. Напомню, события 1918 года явились позором. Немцы просто прокатились по территории России, а большевики сбежали из Питера в Москву. Вот эту дыру в сознании надо было как-то залатать. Скорее всего, в связи с этим, 10 января 1919 года председатель высшей военной инспекции РККА Николай Подвойский отправляет в ЦИК предложение отпраздновать годовщину РККА 28 января с таким текстом. «28 января исполняется год со дня издания Советом народных комиссаров декрета о создании рабочекрестьянской Красной Армии. Было бы желательно отпраздновать годовщину». День издания декрета был бы вполне логичной датой праздника и лишил бы нас темы для сегодняшней программы. Но нерезбериха была характерна не только для 1918 года, но и для 1919. Предложения рассмотрели с опозданием. Поэтому праздник решили совместить с другим. На тот момент новым праздником, а ныне забытым, он назывался День Красного Подарка и должен был отмечаться 17 февраля. Но 17 февраля выпало на понедельник. Поэтому решено было его перенести на 23 февраля. Газета «Правда» писала, устройство Дня Красного Подарка по всей России перенесено на 23 февраля. В этот день по городам и на фронте будет организовано празднование годовщины создания Красной Армии, исполнившейся 28 января. Вот так и возникла дата 23 февраля. Сначала просто забыли рассмотреть предложение, потом прозевали 28 января, а затем решили совместить. А совмещенные праздники еще и перенести. Это случилось с первым Днем Рождения. Второй и третий просто игнорировали, о них, наверное, забыли. Только о четвертом вспомнил Троцкий и провел парад на Красной площади. А пятый день рождения рабочей крестьянской Красной Армии решили праздновать всенародно. И тут уже, как я говорил выше, приступили к вранью для обоснования даты. Мне кажется, что дату переноса отмечать по меньшей мере глупо. Тем не менее, отмечали же много лет. Привыкли. По сути, сейчас это праздник привычки. Праздновать или не праздновать этот день сегодня решает каждый сам для себя. Примечательно, что в эти дни, 20 февраля 1932 года, один из лидеров Октябрьского переворота 1917 года, тот, кто уехал из Брест-Литовска с формулировкой «ни мира, ни войны», тот, кто вспомнил о четвертой годовщине РККА, высланный Сталиным из СССР, Лев Троцкий, находившийся в Норвегии, лишается советского гражданства. В тот же день, 1978 года, Президиум Верховного Совета СССР принял указ о награждении Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР, Председателя Совета Обороны СССР и Маршала Советского Союза, всенародно любимого Леонида Брежнева, Высшим Военным Орденом Победы, Грубо нарушая статут этого ордена, 24 февраля 1997 года в мировых средствах массовой информации появилось сенсационное сообщение. Специалисты из Эдинбурга во главе с доктором Ианом Уилмуром произвели клон овцы. Мы ее сегодня зовем «Овечка доли». А в Украине на этой неделе топ-темой оставался суд с участием мэра Одессы Геннадия Труханова. На этот раз специализированный антикоррупционный прокурор требовал не заключения Одессыта под стражу, а отстранения его от должности. Суд начался в четверг. Стороны обменялись аргументами, и заседание прервал судья в связи с тем, что отказала аудиозаписывающая аппаратура фиксации заседания. Аппаратуру так и не наладили. Заседание было прервано до вторника этой недели, 27 февраля. Что можно сказать о сути суда? По большому счету ничего нового. Повторю то же, что было на прошлой неделе. Доказательств нет. Совершенно логично и понятно, что НАБУ и спецпрокуратура не могли добыть каких-то новых улик по делу о бывшем здании завода края. И вот эта очевидность отсутствия новых аргументов, этот поспешный, повторный суд, сделал то, что было предположениями вчера, очевидным сегодня. Почеркну. Не юридическое наполнение документов, не естественно судебный процесс, а сам факт подачи документов в таком поспешном порядке говорит о следующем. Ну, во-первых, абсолютно очевидно, что НАБУ и спецпрокуратура не лелеют надеждой аргументированно доказать преступление в суде. Выступление прокурора и в первом, и во втором суде выглядит абсолютно бездоказательством, не подтверждено ясными и четкими уликами. Их действия, вот НАБУ и спецпрокурора, связаны с чем угодно, но не с юриспруденцией. Во-вторых, если раньше сторонники действий НАБУ хоть как-то говорили о законе и законности, то сейчас ни в соцсетях, ни в серьезной печати эта точка зрения не просматривается или просматривается крайне блеклым. Абсолютно очевидно, что процесс стал носить политический характер. В-третьих, НАБУ и спецпрокуратура демонстрируют явную публичность, желание быть замеченными СМИ больше, чем желание и стремление сделать чисто юридическую работу. По большому счету, НАБУ ничем не рискует сегодня. Вот их бездоказательность не станет для них фиаск. Дело в том, что общество после 2014 года получило карт-бланш на обвинение без доказательств. И вот эту часть этого общества, их чаяния и надежды, сегодня НАБУ, ну скажем так, транслируют в суде. Не доказательства, а именно надежды на что-то. Ну и по привычке те же общества, очень многие там активисты, как принято говорить, по привычке обвиняют большую власть и суды. Вот показательная реакция после первого процесса. Оппоненты действующего мэра Одессы обвинили не НАБУ в том, что там некачественно собрали улики или не смогли их должным образом представить в суде. Обвинили кого? Правильно, судью. В этой ситуации НАБУ без риска для себя подает повторно в суд. Философия просматривается следующее. Если пройдет, то мы, я имею ввиду НАБУ, герои. А если нет, то обвинят все равно не НАБУ, а суд. И увы, такая философия себя оправдывает. Делает то же самое НАБУ безнаказанным. Надо понимать, что сегодня в Украине руководители силовых ведомств сами по себе являются политическими фигурами. Вряд ли кто из аналитиков решится утверждать, что глава МВД Аваков или, например, генпрокурор Луценко не имеет существенного политического влияния. В этой ситуации вполне логично предположить, что глава НАБУ, Артем Сытник, имеет собственные амбиции. И надо признать, некоторые основания на то есть. В связи с этим обращает на себя внимание политический антураж громких заявлений НАБУ. Далеко за примером ходить не будем, приведу только один. Давайте вспомним арест сына главы МВД Авакова. Камеры и общественное мнение запомнили только задержание молодого человека. В общественном сознании укоренилась вера в желание НАБУ бороться с коррупцией. То, что само дело развалилось и НАБУ не смогло собрать доказательств, сейчас уже не помнят. Вот запечатлели то, сам арест, вот эта вот красота НАБУ, вот эти вот надписи на жилетах и т.д. Другими словами, НАБУ и, соответственно, его глава Сытник получили положительную оценку за смелость. Но никто не обратил внимания на безграмотность и, как следствие, бесполезность и бесплодность этих действий. А негатив и тогда, и сейчас достается кому угодно, только не НАБУ. Так что вполне логично предположить, что на ближайших выборах мы увидим Артема Сытника в первых рядах какой-нибудь политической силы. Но это только одна, не самая очевидная сторона политизации процесса. Основное блюдо, как известно, второе. Давайте приемлемо внимание, что реформа по бюджетной децентрализации действительно работает. Центральная власть передала на уровень местного самоуправления значительные полномочия, укрепила местные бюджеты. Следовательно, те, кто руководит органами местного самоуправления, получили дополнительные возможности. Как известно, еще никто из тех, кто обладает властью, спокойно и безболезненно с ней не расстались. Для центральной власти не просто где-то там далеко внизу, в табеле о рангах мэры. Сейчас мэры – реальные фигуры, с которыми надо считаться. Мэр Одессы, Геннадий Труханов, сегодня имеет один из самых больших, если не самый высокий личный рейтинг из всех мэров Украины. Наряду с ним вспоминают только мэра Харькова и Днепропетровска. Эти три главы крупных городов, которые смогли победить в первом туре, то есть набрали более 50% голосов. С этой точки зрения очевидно, что в интересах центральных властей несколько сбить личный рейтинг лидера для того, чтобы иметь возможность на него влиять. Но самое опасное даже не это. То, что сейчас происходит в Киевском Соломенском суде, очень похоже на то, что всему местному самоуправлению в стране, а мэрам крупных городов в частности, пытаются указать на свое место, продемонстрировать их зависимость. Все эти размышления не новые, но их только подтверждают последние события с Соломенским судом. Следовательно, вполне логично именно с этой точки зрения смотреть на все, что происходит с судебной тяжбой и подачей разных исков НАБУ. Именно так приходится рассматривать ситуацию. Тем не менее, картинка остается несколько размытой. Это связано с тем, что пока нечетко прорисовывается фигура того, кто дирижирует оркестр. Кто реально самый большой выгодоприобретатель. Можно полагать, не рискну. У каждого из вас может быть своя версия. У меня есть тоже версия, но пока не озвучу. Слишком мало каких-то четких сигналов удается уловить. Тем не менее, уже становится очевидным, что поспешность и бездоказательность детективов НАБУ не только следствия низкого качества работы, но и еще результат спешки. Четкое впечатление, что их кто-то подгоняет. Уверен, что скоро этот кто-то в какой-то степени проявится. И не удивлюсь, если проявится в Одессе. В любом случае, можно констатировать, что сегодня в отношении мэра разыгрывается политический спектакль, но не по правилам политического жанра, через публичную полемику, а в декорациях НАБУ и Соломинского суда. Программа записывается в понедельник, 26 февраля. Продолжение заседания суда во вторник, 27-го. Нам остается только следить за этими событиями и помнить, что вот сегодня, прямо на наших глазах, из Одессы делают точку напряжения. А на этом я прощаюсь с вами. Встретимся в следующий понедельник, но это уже будет другая неделя с другим Киселевым. Субтитры подогнал «Симон»!